Девчата, добрый день. Я решила сегодня для вас записать видео, чтобы вы могли подготовиться основательно к интенсиву «Сам себе волшебник». На этом интенсиве два дня мы с вами будем разбирать вашу одну мечту по косточкам, вашу одну область жизни, вашу одну цель в одном сегменте жизни так глубоко, как вы никогда туда не заглядывали. Потому что именно детализация того, чего мы хотим, именно полная ясность того, чего мы хотим и может создать в нашей жизни то чудо, о котором мы мечтаем. И даже то чудо, о котором мы не мечтаем, потому что Вселенная готовит для нас обычно больше, чем мы мечтаем и можем себе представить. Но когда к нам мир приходит со своими объятиями, со своими подарками, чаще всего мы к этому не готовы. И для того, чтобы мы к этому подготовились, нам нужно создать визуализацию того, чего мы хотим. Зачастую мы хотим не знаю чего. Я в жизни своей встречала очень много таких людей, которые называются фаталистами. Пусть будет, как будет, а будет именно так, как захотят наши комплексы. Чаще всего комплексы, а не желания. Мы движемся за нашими комплексами, за нашими желаниями. Поэтому давайте мы будем активировать свои желания. Потому что где наш фокус внимания, там наша энергия и там наши результаты. Чаще всего наш фокус внимания находится в нашем прошлом, в обдумывании каких-то проблем, в том, чтобы мы опирались на наш предыдущий опыт и создавали свое будущее, исходя из своего предыдущего опыта. А наш предыдущий опыт не всегда такой красочный, яркий, как мы хотим, чтобы он у нас был. И вот мне очень нравится заставка сейчас на компьютере. Я обновила операционную систему свою. И вот сегодня утром выдала вот такую красивую заставку. Я хотела бы вам показать эту картинку такой красочной, яркой жизни. Некий такой образ. Смотрите, что я вам подготовила. Я взяла одну самую простую область жизни, которая по версии Майкла Роуча, это один из величайших людей современности, философ, деятель науки и так далее. Это человек, который учит больше всего осознанности, насколько я так осознаю в этом мире. Учит осознанности, учит этичности. И он говорит, что в сфере материального проще всего сделать результаты. Сложнее в отношениях, еще сложнее в развитии своем и так далее. Но проще всего в материальном. Я взяла самую простую область, набрала туда несколько картинок. Совершенно спонтанно несколько картинок – это то, о чем мечтают большинство женщин. И я хочу вам показать. Открываете несколько картинок, допустим, три сегмента. Вот многие женщины мечтают о машинках. Я выбрала такую симпатичную красненькую, женский цвет. И подумала, как нам нужно визуализировать. Чаще всего мы берем, когда создаем некие визуализации, карты мечты, мы берем картинку и сверху. И вот мы смотрим на нее сверху. И знаете, как это часто в нашей жизни реализуется? Мы идем по улице, и очень много красненьких, симпатичных машинок определенной марки проезжает мимо нас. И для того, чтобы нам почувствовать, потому что именно только то, что мы ощущаем в нашей жизни, реализовывается, я предлагаю вам больше углубиться в детализацию той машинки, если вы хотите машинку, на которой вы хотите есть. Если у вас есть в материальном вот такой направлении. И взяла Hyundai тут, выбрала симпатичненький красненький. Потом что нужно сделать? Я зашла дальше в угол картинки и нашла внутреннее содержание этой машинки, как она выглядит внутри. То есть я определенную марку нашла, знаете, как гуля, красненькая машинка. И мне выдала красненькие женские машинки. Я выбрала самую симпатичную, с моей точки зрения, если из красненьких маленьких. И вот внутри эту же торговую марку ввела, и мне выдала внутренний интерьер такой. И я подумала, вот женщина уже представляет внутри, как она садится за руль этой машины. Дальше, что в ее поле зрения находится? Она смотрит обычно направо и смотрит, там кто-то садится за ее близких, или подруга, или подросток, ребенок. И вот так выглядит ее машинка, ее обзор. Вот именно это и вам имеет смысл сделать, если вы хотите в ближайшее время, чтобы ваша такая мечта реализовалась. Мало того, я бы еще на вашем месте уточнила, какого года выпуска эта машина, какие-то детали. То есть я изучила бы, если бы я хотела машину вот такого типа, я бы изучила вдоль и поперек стоимость, дальше какие, какая комплектация, чего там не хватает, чем ее доупаковать, эту машину, какие еще функции там заказать, что входит там в страховку, какую страховку. В общем, я бы выяснила от и до все, что касается этой машины, если я бы хотела вот такую примерно машину. То есть понимаете, вам нужно углубиться настолько детально, чем более ясная будет у вас картинка, тем больше у вас, чем больше деталей, тем быстрее это реализуется. Дальше вы должны посмотреть, удобно она для города, неудобно, сколько бензина или там электрическая и так далее, насколько это для вас оптимально, какие у вас будут мысли по поводу, кого вы будете возить, какую пользу она вам будет приносить. Есть ли у вас внутренние ощущения радости, в общем, это очень много деталей, которые мы будем разбирать с вами уже непосредственно в самом интенсиве. Здесь мы просто к нему готовимся, сам себе волшебник, то есть детализация, именно мы будем входить в детализацию на интенсиве. Вот, в каких местах вы хотите в ней ездить, насколько это функционально, потому что вот я знаю, некоторые хотят такие здоровенные себе джипы, красивые, ну, допустим, у меня знакомые мужчины хотят, да, куда на них ездить, зачем они нужны по городу, вообще непонятно. И вот много таких деталей, которые потом, если вы разбираетесь, это будет вам приносить радость, а не разочарование. Следующий момент, путешествие. Вот я выбрала тему, ну, знаете, какой первый, увидеть Париж и умереть, да, Эфилевая башня, все хотят Эфилевую башню, большинство хотят, не все. Вот, и я выбрала Эфилевую башню, Париж, да, символ Парижа. Вот как она будет, вот как она будет выглядеть, когда вы туда приедете, гипотетически, если вы туда хотите. Дальше, ну, можно вот так вот вечно смотреть и можно себе навизуализировать и начать смотреть, допустим, программы по телевидению или в интернете, и вот этот Париж будет мимо вас проходить, и вот у вас мечта реализовывается, вы будете смотреть по телевизору Париж. А можно по-другому уже, чувствуя себя, да, то есть вам нужно почувствовать себя. И тогда, как, какой вид будет из Эфилевой башни, когда вы на нее подниметесь? И я гуглила, находила внешний вид. Вот посмотрите на эту красоту. Правда же стоит выделить время, финансы и создать намерение, чтобы увидеть такую красоту, правда? Вот, поэтому вот, когда вы будете в Париже, вы увидите вот эту прелесть. Дальше, для того, чтобы детализировать, да, для того, чтобы еще сделать более реальную эту картинку, я нашла лифты. Я знаю, что мой знакомый, когда поднимался, он рассказывал бы во Франции, и я не была во Франции. Он рассказывал, что он увидел лифт со стеклянным полом и понял, что он дальше второго этажа не поднимется, он отказался ехать. Поэтому я загуглила лифты, Эфилевая башня, увидела, что там не все такие страшненькие, да, со стеклянными полами. И вот, в принципе, можно рискнуть. И поэтому вы себе такую картинку, если вы туда хотите, или какую-то другую страну, внутри, как это будет процесс проходить? Процесс, да? И вот вы заходите сюда, и прям вы чувствуете, я бы еще нашла другие места Парижа, я знаю, что во Франции есть Диснейленд, детей можно повезти, отель уже бы выбрала, в каком отеле лучше всего останавливаться, по ценовой категории и так далее. В общем, вникло бы в это все, выбрало бы турагентство лучшее для того, чтобы максимально приблизить эту поездку в свою жизнь, да? И потом это все становится очень реальным, потому что нам просто нужно разбить эту цель на маленькие части, начать инвестировать туда какие-то определенные суммы, и за полгодика даже при самом скромном бюджете можно съездить в Париж. Это следующее, да? Ну и что еще мы, женщины, хотим? Дома, квартиры часто, очень часто. Поэтому я выбрала такой бюджетный домик, симпатичный, средний, да, потому что есть дома шикарные, есть дома попроще, дачные участки, вот такой средний бюджетный домик я выбрала. И домик можно, вот одна наша студентка рассказывала университета, что она 7 или 8 лет хотела дом, пока не, и у нее было на карте мечты, пока она не в доме, картинки не вставила лиц членов своей семьи. И тогда очень быстро дом стал ее реальностью, да? Причем муж был против изначально, потом захотел. В общем, вот так складывалась история. Поэтому для того, чтобы понять, нужен вам дом, не нужен вам дом, для чего он вам нужен, вам нужно вникнуть, выбрать дом, выбрать природу, потому что, понимаете, можно выбрать какие-то пальмы, а вы не планировали никуда переезжать. Или пустыню выбрать, и вас занесет какую-то пустыню в доме, а вы туда и не хотели совсем. Поэтому не забывайте о том детали, там, природа, где это будет, это будет в городе, за городом, далеко за городом. То есть вот такие много-много деталей нужно знать и уточнять, и выяснять, и тогда это будет становиться уже вашей реальностью, потому что у вас будут активироваться определенные нейронные связи. Что вы будете делать в этом доме? Нужно увидеть дом внутри, интерьер уже создать. И вот я часть интерьера выбрала такой для скромного домика, вот такой скромный, симпатичный интерьер, да, вот выбрала, и там тоже такие деревень и пальмы вроде растут. То есть понимаете, что это такая умеренный климат, да. Вот, выбираете под свой вкус интерьер. Дальше, что вы будете делать? Вот вид из окон обязательно. Как вы будете смотреть, у вас будет водоем, не будет водоема, для меня лично принципиально водоем. И как вы будете смотреть и наблюдать окружающую среду из вашего дома, да, тогда вы уже начинаете чувствовать его, прям чувствовать. И что вы будете делать, с кем вы будете проводить время в этом доме? Вот семья вся с Борей, вы радуетесь, да, семьей, вы там можете свою картинку подобрать. Тут они, видно, как в крокодила играют. Вот, то есть вот максимальная детализация, ощущение, впечатление, чтобы у вас было великолепное настроение, да, и это вас вдохновляло очень сильно для того, чтобы вы максимально приблизили эту свою цель. Так. Дальше, что нужно сделать? Дальше, что я сделала дальше? Смотрите, я составила свою карту, да, по своим областям жизни, которые я хочу реализовать максимально быстро. И как это делать уже дальше я на интенсиве расскажу. Вот, но уже приближаться можно, подбирать, допустим, материальную сферу, сюда можно еще вещи, гардероб, да, какие-то, допустим, что касается вашего стиля жизни, концерты, выставки, всевозможные манипуляции с телом. У меня, допустим, тело в другой карте мечты находится и так далее. То есть вот все, что вы подразумеваете по стилям жизни, важно сюда внести. И есть такая программа у меня, допустим, на Маке, но есть и не на Маке, есть очень много разных программ, тоже на интенсиве мы вам предложим варианты, как сделать так, чтобы была у вас такая бегущая заставка, в которую вы можете несколько раз в день в нее всматриваться и представлять себя там внутри. Но что еще важно? Вы помните, наверное, я вам говорила, что когда мы о чем-то мечтаем и думаем, нам нужно возвышенные такие эмоции, возвышенное состояние. И я вам очень сильно порекомендую найти мелодии, которые открывают ваше сердце. Вот я сегодня вам хочу продемонстрировать ту песню, которую, когда мне говорят, что тебя трогает, какая песня тебя трогает, больше всего мелодия. У меня моментально картинка в сознании возникает, и я прямо сейчас минуты три выделите, чтобы прослушать и просмотреть, о чем эта картинка. Для того, чтобы вы понимали, что открывает наше сердце, состояние благодарности, состояние сострадания. Это то, что больше всего вдохновляет и, собственно, для чего имеет смысл обкладываться всеми этими вещами, которые мы хотим. Вот этими всеми вещами, которые зафиксированы вот в этом альбоме. Потому что все наши вещи, вот те, которые мы хотим, это должны быть не цель, не желание, а инструменты. Инструменты для нашей миссии, для нашей реализации в этом мире. Мы должны задавать себе вопрос, для чего я здесь, что я здесь делаю в этом мире, в чем моя миссия в этом мире. Так вот это все должно быть инструментом. Это все то, что будет вас насыщать, но самое главное, как вы будете отдавать этому миру через вот эти все инструменты. И вот такие песни, которые я сейчас подобрала, просто посмотрите, это Бьонс, всемироизвестная певица. Она поет в здании ООН песню о том, что для чего я здесь, в чем моя миссия, в чем мой смысл, какой след я ставлю в этой жизни после себя. Загуглите слова этой песни, почитайте обязательно, для того, чтобы вас это может быть так же затруднено, как и меня. Но все мои индивидуальности. И я вам рекомендую каждому, каждому найти свою мелодию, которая будет вас трогать. Вот, допустим, сейчас я, когда вот мой внук тоже составляет карту мечты, и он приехал ко мне в гости, я ему вдохновляла. Он не понимал, для чего ему это делается, потому что у них в школе, ну, очень по-простому, вот сделает то, то, то. Он там себе машины, там квартиру какую-то, квартиры даже нет, машины какие-то, знаете, там собаку нарисовал, хотя у них уже есть собака и так далее. Вот, ну, дети делают это неосознанно, а наша ответственность, как родителей, да, донести смысл, для чего тебе это все материальное, для чего, как ты будешь этому миру отдавать. Потому что мы счастливы только тогда, когда мы делимся благами с другим миром. Благами это физическими, энергетическими, сердечными, да, разными, материальными. Посмотрите этот клип, я плакала, я каждый раз, когда его смотрю, я каждый раз плачу, и это признак того, что сердце открывается. И только тогда, когда у нас сердце открывается, наши желания максимально быстро становятся нашей реальностью. Вы видели, как она все время руку кладет на сердце, да, это не просто так. Человек инстинктивно кладет руку на сердце, когда сердце у него открывается. Я хочу вам прочитать буквально несколько слов из этой песни. Я так хочу оставить след свой на земле, пройдя сквозь годы, я, девочки, снова плачу, сквозь годы и все, и времена, моя любовь ко всем. Ведь время пришло изменить этот мир, уйти без сожаления, оставив память о себе. Припев, я была здесь, жила, любя, я была здесь, отдав себя, я оставлю свой след, я оставлю здесь сердце свое, пусть узнают все, как я люблю, я была здесь. Почитайте, найдите текст этой песни. Вот я вам хочу сказать, показала своему внуку, объяснила, что ему нужно свою песню найти, которая его вдохновляет, и он, когда это слушал, после того, как он прослушивал, он начал меня обнимать. Понимаете, сердца открываются, и мы понимаем, что не только вот эти гонка за материальным является смыслом нашей жизни, а нечто намного больше иногда, то, что мы не понимаем, не сознаем, потому что самые трогательные моменты во всех фильмах, это там, где все человечество объединяется вместе. Вот с таким посылом я сегодня даю вам небольшое задание тем, кто действительно хочет изменить к лучшему свою жизнь. Задание, как сделать реальностью все то, что мы хотим, вот это самое простое для того, чтобы потом осуществлять свою главную миссию нашей жизни. И если вы еще не есть в нашей группе «Сам себе волшебник» группе подготовки к интенсиву, то обязательно переходите по ссылочке и приобретайте этот интенсив. До встречи!